Всем привет! Это ток-шоу Продвижение. Меня зовут Павел Каштанов. И сегодня мы поговорим о манифесте молодежи Ульяновской области. Эта тема широко обсуждалась в интернет-сетях, и сегодня мы решили поговорить о ней в студии Первого молодежного телеканала. У нас в гостях руководитель ЦСКП Куракина Ольга Николаевна, заместитель председателя комитета СССР по социальной политике, государственному и муниципальному строительству и делам молодежи Эдвард Розислав Анатольевич. Член Общественной палаты Ульяновской области, директор ООО «Симбирск Поблисити» Ежов Дмитрий Петрович. Директор Департамента по молодежной политике Министерства образования Ульяновской области Терекин Сергей Николаевич. Председатель комитета по делам молодежи и спорта города Ульяновска Иванов Александр Валерьевич. А также руководитель общественных организаций Ульяновской области, члены молодежных общественных организаций и выпускники губернаторской молодежной политической школы. Ну и начнем, наверное, с Дмитрия. Дмитрий, вот о манифесте впервые люди узнали из вашего сайта Уллпресса. Как и почему эта идея родилась? Ну вообще, это общая инициатива. Родилась она почему? Вопрос простой. Сейчас молодежная политика зачастую развивается, реализуется, и это, к сожалению, федеральный процесс, вне четкой идеологической, стратегической программы. То есть мы говорим о каких-то ценностях, но эти ценности стали настолько уже выхолощенными зачастую, да, вот слово патриотизм хотя бы взять, вот сейчас оно звучит как бубенчик какой-то, который, к сожалению, мало что зачастую означает. И тем не менее, вот этот, оживить вот этот набор ценностей, каких-то консервативных ценностей, традиционных ценностей, вечных ценностей, в конце концов, для молодежи, это актуальнейшая проблема, на самом деле, которую зачастую мы не видим, к сожалению, но которые должны быть фундаментом всего процесса. Спасибо, Дмитрий. Ростислав, как вы думаете, нужен ли манифест вообще Ульяновской области, молодежи Ульяновской области, насколько важна его роль сейчас? Ну, о манифесте, как о неком таком рамочном документе, да, может быть, несколько формально, но тем не менее, необходимым для молодежи мы говорим уже давно, говорим это еще со времен, вот, ну, последнее время так активно, со времен обсуждения областной целевой программы молодежи. И тогда мы, когда вот принимали программу, обсуждали, что, в общем-то, ценности у молодежи и вообще задачи у молодежной политики в различных регионах, они могут быть различны. И даже вот говорили о том, что нет ничего страшного в том, что будут некие отличия от федеральных трендов. Ну, простой пример, да, в федеральной, как бы, вот, концепции развития молодежной политики заложено такое понятие, и на это много там ставится, как бы, и средств, и ресурсов, как мобильность молодежи. То есть, хочется, чтобы молодежь легко перемещалась по стране и искала там новые места для своей реализации. У нас, с точки зрения осуществления молодежной политики на территории Ульяновской области, несколько другая задача. Нам бы очень хотелось, чтобы наша талантливая молодежь находила возможности для реализации здесь, непосредственно на территории нашего региона. И более того, мы бы могли сюда привлекать молодых людей из других регионов, для того, чтобы здесь они уже, как бы, ну, там, и оседали, развивались, создавали семьи. И это несколько разные вектора у федерального, как бы, концепции и у нашей концепции, вот, областной целевой программы, вообще, у молодежной политики. Поэтому мы их посчитали, вот, действительно, это плод таких общих рассуждений о том, что некий манифест молодежи Ульяновской области, его нужно, как бы, формализовать и его нужно широко обсуждать. Некий манифест. Мне хотелось бы у молодежи узнать, насколько вы считаете, нужен ли он вам, этот манифест? Насколько он необходим? Пожалуйста. Сладовников Николай, Союз молодых консерваторов Ульяновска. Я считаю, что манифест нужен, это так же, как, ну, я не первый год работаю в сфере общественных организаций, да, и взаимодействия общественных организаций. Вот у каждой общественной организации есть некая миссия, так скажем, да, это то, что мы ставим себе такой целью, которая, возможно, и недостижима в реалиях, да, но важно, чтобы мы понимали, что мы к ней стремимся. Вот я считаю, что молодежь, она должна стремиться к некой цели, и поэтому очень важно, чтобы к манифесту подключилось как можно больше молодых людей и лидеров общественного мнения, и, может быть, ну, то есть просто, да, услышать мнение различных категорий молодежи, для того, чтобы в этот манифест мы включили как можно больше вот этих вот идей, к которым мы будем стремиться. Спасибо большое. Все согласны? Пожалуйста, Наталья. Я, наверное, немножко противоположную точку зрения выскажу. На мой взгляд, во-первых, не совсем понятно, что это за социальная группа такая молодежь, да, но есть, например, молодые предприниматели, у них свой интерес, есть молодые общественники, их интересы совершенно иные, да, и как-то унифицировать вот все это многообразие в рамках какого-то одного документа, вот, коли ты говоришь об идеях, да, но идеология у каждого своя. Я понимаю, когда есть манифест у той или иной общественной организации, например, у ЦСКП, но манифест всей молодежи, там, не знаю, к примеру, манифест всех пенсионеров, может быть, мы следующий там шаг сделаем, напишем. По-моему, это немножко идеологизированное и несколько напоминает вот Советский Союз, я думаю, в плохом контексте. Об этом мы сейчас поговорим. Ольга Николаевна, как Вы думаете, какие ценности должны быть отражены в манифесте молодежи? Ну, я соглашусь и с Николаем, и с Натальей соглашусь. Конечно, молодежь категория, которая очень, ну, так скажем, многополярная, много векторов есть. Соглашусь, есть предприниматели, есть общественные организации, есть добровольцы, волонтеры, есть научное молодежное сообщество, есть ребята, которые занимаются, ну, там, я не знаю, экстремальными видами спорта, неформальной так называемой молодежь. И, конечно, у каждого свои цели и задачи, у каждой организации, своя миссия и так далее. Но, на мой взгляд, есть некая шкала ценностей, которые могла бы молодежь объединить. Ну, скажем, вот уже начал Дмитрий говорить, ну, кто против патриотизма? Против любви к своей малой и большой родине? Предприниматели против? Дмитрий говорил, что у нас патриотизм сейчас звучит как бубенчик. Это, я сейчас обращаюсь не к... Никто не против бубенчиков? Пусть звучит и как бубенчик в том числе. Я вообще к понятию патриотизма обращаюсь. То есть никто не против, ни предприниматели, ни молодые ученые, ни ребята, которые занимаются экстремальными видами спорта. Все хотят любить свою малую и большую родину, ощущать себя, ну, так скажем, гражданами Ульяновской области, там, Российской Федерации и так далее, и так далее. Мне кажется, эта ценность могла бы объединить всех, всю молодежь. Патриотизм? Патриотизм. Ну, обратимся к такой ценности, как здоровый образ жизни. Вот уже, правда, всем набила оскомину фраза, что чтобы быть успешным, нужно быть здоровым. Но на самом деле это так и есть. Потому что наш сумасшедший современный век предполагает, что человек должен, в общем-то, успевать все. Успевать дружить, успевать любить, успевать работать, успевать встречаться со своими, общаться с родителями, быть хорошим сыном, либо дочерью, там, мужем, женой и так далее, и так далее, и так далее. Для этого нужно, соответственно, и духовное здоровье иметь, хорошее, и физическое. Большое спасибо. У нас в студии находятся люди, которые уже написали свои варианты манифестов. Начнем, наверное, с Даши. Даша, расскажи, пожалуйста, что в твоем манифесте отражено? Я сказала просто о том, что манифест мой, это не как призыв, он, наверное, больше как констатация идет. Написано в полушуточном таком настроении, так скажем. Так что же вы хотите этим манифестом показать? Что у вас в манифесте заложено, кроме полушуточного тона? Заложена констатация факта того, я не призываю к патриотизму, Я не призываю к сплочению, там, молодежи, чтобы мы были деятельными, стремились к каким-то идеалам. Нет, этого нет. Просто... К чему вы призываетесь тогда? Это не призыв, я повторюсь. Это манифест не как призыв, а как констатация просто факта. Какого? Какая сейчас молодежь, и какие сейчас бытуют мнения у нее? Я понял вас. Манифест переводится как призыв с латинского, вы знаете, да? У нас также есть Виктор Иванович. Скажите, чем отличается ваш манифест от манифеста Даши? В каком тоне он написан? Ну, мой манифест, в общем-то, написан в тоне патриотическом, потому что патриотизм – это просто любовь к родине. Поэтому я там, как бы, эту тему развернул, что любовь к родине – это основа всего, основа всех начал. И мы там... Я написал там о любви к родине, о любви к нашей культуре, истории, о Карамзине, о Гончарове. – Мне хотелось бы узнать, какой манифест вам ближе? И какие, может быть, у вас есть замечания к нашим гостям сегодняшним? Сергей, вот какой бы вам был по душе больше? – Конечно, есть рациональное зерно, и очень хорошие точки есть и у Дарьи, и у соседа, вот кто сидит рядом со мной сейчас. Я единственное, что Дарья действительно... Я вот только сейчас понял, что она пошутила, оказывается. Я действительно прочитал, я подумал, что это протест. – Я прав или нет? – Прав. – Вот, поэтому как бы как манифест расценивать вот то, что там написано у Даши, действительно, это реалии. То есть это то, что это вызов, это именно возможно и к обществу, и куда-то еще, и к самим себе. Там действительно вызов, и это то, над чем нам действительно нужно работать, и на что нам нужно сейчас обращать внимание, при том, чтобы уже консолидировать все, ну как бы, все интересы молодежи, чтобы действительно манифест был манифестом. Здесь очень, ну как это попроще сказать, много пафоса, честно скажу. То есть это, наверное, все прочитали. То есть такие призывы действительно патриотические. Но у меня это не вызывает отторжения, я сразу скажу. Почему? Потому что за этими фразами, которые здесь, они мне действительно близки, потому что я сам здесь родился, и когда я его читал, у меня сразу всплывает моя деревня, вот луга, те, где я, в принципе, те речки, в которых я купался, и которые я сейчас мечтаю хоть каждый день туда ездить. Поэтому отторжения не возникает. Но действительно, нужно смотреть со всех точек зрения. Поэтому и этот манифест, и первый манифест, ну не будем говорить, кто из них первый, то есть и тот, который я протестом назвал, как бы я бы не стал их принимать вот сейчас как догму. Но, к сожалению, они не отражают всего спектра, то, что, на мой взгляд, должно сейчас быть, объединять молодежь, потому что манифест должен быть. Тогда что нужно добавить, чтобы он удовлетворял вашим требованиям? Ну не знаю, тут компромиссный вариант какой-то. Тут взаимодополнение, что ли, нужно объединяться, для того, чтобы это все мнение услышали. Действительно, повторюсь, что в каждом, и третий тоже, который я прочитал, и там тоже есть замечательное, рациональное зерно, и есть то, что я бы не принял, как манифест. Но добавить они друг друга дополнить должны. Но самое главное, когда они дополняются, он увеличится, слишком большим будет. Вот в чем проблема. Поэтому манифест, на мой взгляд, он должен быть коротким, простым. Как говорится, меньше веществ, проще обмен. Поэтому, чтобы это понимание было именно простых вещей, которые необходимы действительно. Да, много интересов у молодежи. Там кому-то нравятся ролики, кому-то коньки. Но самое главное, нам нужно именно суть понять, именно самое простое, чего мы хотим, чего хочет молодежь. Спасибо, Сергей. Мне хотелось бы, Александр Валерьевич, спросить, что вы бы добавили или убрали из манифестов? Вообще сложно достаточно говорить про манифесты. Мне очень нравится то, что они появились, эти манифесты. Вы знаете, мы долго задумывались, давно уже, лет 10 назад, когда начиналось вот это все молодежное движение, молодежная политика. Мы даже создавали сами общественные организации, потому что вот тяжело у нас было с развитием третьего сектора, и очень сложно было проявить эту активность. То, что сейчас молодежь, и даже не совсем молодежь, принимает активное участие в обсуждении молодежной политики, и вообще в ситуации в молодежной среде, это просто замечательно. И любой манифест, любой призыв, любая активность будет приветствоваться однозначно. Это очень хорошо, что мы, как официальная власть, да как официальные формальные молодежные лидеры, не можем повлиять на это. Мы можем как-то высказать свое мнение, и чем больше таких мнений будет от самой молодежи, тем легче, и лучше нам всем вместе будет при обсуждении той же программы молодежи, что областной, что городской. Потому что на самом деле вот эти два документа, областная программа и городская программа молодежи, это документ, по которому мы живем, в котором заложено финансирование на те мысли, которые там есть. Пусть оно недостаточное, мы все прекрасно понимаем, что не хватает денег на реализацию всех идей, которые рождаются у нас здесь. Но то, что они уже пошли эти идеи, и вот одно огромное пожелание ко всем авторам любого манифеста, если предлагается какая-то догма, возродить патриотизм или не возрождать патриотизм, подкрепите конкретными делами, конкретным предложением, как это сделать. Потому что сказать, вот очень часто бытует мнение, что ну вот я молодой, мне от 14 до 30, ну развлекайте меня. Или там, ну вот займитесь моим образованием, а я посижу и посмотрю, как у вас это получится. Не получится без нашей активности, без понимания, что конкретно нужно сделать. И посчитать, если есть возможность, есть желание, стоимостные показатели. Потому что все, в конце концов, количество стоимостное значение имеет. Любое слово, любой поступок и так далее. Я понимаю, что есть беззаветная любовь к родине, которую не оценить никакими, а вот как ее воспитать, какими путями, какими методами. Вот если это появится, я буду только признателен, чем больше будет таких обращений, тем лучше. Большое спасибо вам. Мне хотелось бы, если есть комментарии у наших гостей, пожалуйста, Дмитрий. А я бы полностью согласился с Николаем, и полностью бы не согласился с Натальей, иллюстрирующей ее Дарьей. В чем вопрос? Мы можем пытаться угодить всем, к сожалению, мы последние долгие-долгие годы это все и делаем. И на самом деле ни к чему хорошему нас это не ведет. А возможно ли это вообще угодить всем? Ну вот мы пытаемся на самом деле, то есть вот так что-то сделать, чтобы никому не помешать, чтобы всех включить, чтобы никого не травмировать. Но давайте вы сейчас привели эти молодые слова «манифест». Очень правильно. То есть это призыв. На самом деле это травма вообще. То есть вот он должен стоять, вот он должен за выездой сиять, вот кто-то ему должен соответствовать, и эти люди должны вести. А те, кто не может этого делать, должны понимать, что они не могут. Понимаете, пусть пьют там ягу свою, там про ягуар просто речь в последнее время стоя. Пусть там занимаются своим, пусть развлекаются, пусть их развлекают, там что угодно, да. Но вот должна быть вот эта вертикаль, вот эта иерархия, которая ведет. И пример Натали, там как раз, давайте манифест пенсионерам привел. Есть существенный критерий выделения молодежи. Молодежь это люди, которые еще не стали, не прожили жизнь. Пенсионеры жизнь прожили. И поэтому выделение вот этого основного критерия, вот поэтому им нужен манифест, им нужна идеология, с ними надо работать. Пенсионерам ни в чем не надо убедить. С пенсионерами не надо работать. Их они уже убеждены, как бы, я имею в виду, информационно-идеологически. Вот в этом вопрос. Он на самом деле достаточно прост, и с чем здесь спорить, мне непонятно. Спасибо. Ольга Николаевна, пожалуйста. Да, я в этом плане, я с Дмитрием соглашусь, просто, когда опять вот к Наталии возвращаюсь, Наталья говорила о разных категориях молодежи. Действительно, манифест должен, это призыв, как мне видится, к разным категориям молодежи, которые объединены в одно понятие, молодежь Ульяновской области. Мы понимаем, что люди от 14 до 30, до 35, молодые семьи, молодые ученые. Ну, то есть, это до 35 лет, скажем, да. Самая уязвимая, самая мобильная категория населения, это действительно молодежь. И все-таки должен быть простроен ценностный ряд. Ценности патриотизма, семьи, здорового образа жизни, сохранения культурного наследия, преемственность поколений, ценности, связанные с тем, чтобы молодежь, наконец-то, ну, так скажем, не были вот эти вот, сегодня уже Сергей об этом говорил, вот эти иждивенческие призывы. Развлекать семья. Дайте, Саша говорил, дайте нам, а вот я тут сижу такой красивый, а вот выскочите около меня тут зайчиками и белочками. Нет. То есть, манифест, он как раз и должен ориентировать молодежь вот на этот ценностный ряд. Вот это моя точка зрения, и я буду на этой точке зрения стоять. Спасибо вам, да. Не надо это в ряд с роликами ставить, ребята, это иерархия. Тот, кто патриот, тот, кто роликами занимается, это совершенно не в горизонтальной плоскости, на самом деле. Это вертикали, это нормально. Ну, я вот как бы для себя полностью соглашусь с этой позицией, да, которой мы говорим. Вопрос манифеста, это вопрос самоопределения молодежи. Молодежи пора на территорию Ульяновской области, вот как мне кажется, определиться, она сама чего хочет. И это для себя неким программным документом оформить. Причем определиться не на уровне, каких именно развлечений она хочет. Да, потому что я читал, как бы одни варианты, даже писал в интернете по этому поводу, что в том варианте, который я читал, анализировал, очень часто звучало слово «дайте». Нужно уже понять, что вот есть некие ценности, в рамках каких ценностей мы хотим развиваться, да, или там молодежь собирается развиваться. И при этом говорить, что вот там, ну я не знаю, там, я буду любить свою родину, вы мне для этого дайте вот то-то, да, но не бывает так. По поводу протестов, когда сквозит в любых документах, там, протест, ну это нигилизм, да, он, понятно, там, молодежи во многом присущ, и по большому счету с ним, конечно, надо бороться, уже там, ну, в таком осознанном возрасте, да, когда молодые люди понимают, что, в общем-то, все отрицать хорошо, но что-то делать самому нужно уже. И нам бы очень хотелось, чтобы это был документ, в рамках которого молодежь собирается самореализовываться, а вот задача власти, нам зачем власти нужен этот документ, чтобы власть понимала, как хочет реализовываться молодежь, и создавала для этого некие условия. Не давала все, да, для молодых людей, потому что, говорить на уровне, дайте нам высокооплачиваемые рабочие места, дайте нам развлечения, дайте нам жилье, а то мы уедем. Да, ну вот, на мой взгляд, времена вот такого шантажа власти, они должны проходить, исходя из того, что, ну, там, простой вариант, ну, уехали, дальше что? То есть, вот как часто там, мы все переберемся в Москву, постоянно звучит, да, во всех обсуждениях, а что, там как бы всех ждут, там уже готовы самые высокооплачиваемые места, там уже готово жилье, ну, развлечения там, может быть, попроще, да, ну, а как бы, там точно так же нужно вгрызаться, бороться за свое место под солнцем, и здесь, на сегодняшний момент, вот, опять, не задача власти сделать все за молодежь, задача власти дать возможность реализоваться, но, вот почему мы как бы в том числе являемся инициаторами этого документа, мы хотим понимать, в каких условиях, да, то есть, что нужно сделать для того, чтобы вот этот призыв у молодежи к самой себе, по большому счету, если уж это призыв, то призыв в первую очередь молодежи к самой себе, как она себя видит на территории региона. Спасибо. У нас есть комментарии молодежи, которые, может быть, хотят что-то сказать. Наталья? Такой вопрос, вот вопрос реализации, да, этого манифеста. Вы сказали, что нужно собрать заинтересованную группу людей, да, молодых, но, в принципе, вы же не сможете охватить номинально всю молодежь, правильно? Вы же не можете выразить интерес всей молодежи. Вот как Дмитрий сказал, вот кто-то там будет действительно вести этот манифест, а кто-то будет пить ягуар, да, но это очень, на самом деле, утрировано, потому что найдутся действительно люди, кто, может быть, не будет разделять эти ценности, но это не значит, что они пойдут там пить ягуар, условно, да, просто у них могут быть какие-то другие взгляды, поэтому, еще третий момент, вот по поводу определения социальной группы молодежи, кто-то и там и в 20 лет уже достаточно самодостаточный человек, да, он зарабатывает, тебя полностью обеспечивает, кто-то и в 40, извините, там совершенно в жизни нашел себя. С мамой живет. Да, поэтому здесь очень сложно определить, есть только возрастной критерий, но мне кажется, это не совсем целесообразно. Нет, а зачем мы их делим-то? Вот у нас как-то, мы пытаемся опять, мы молодежь, вот как правильно Дмитрий говорит, мы все время пытаемся молодежь как-то вот поделить на роллеров и патриотов, на тех, кто пьет и не пьет, на тех, кто самодостаточный и кто не самодостаточный, а что как бы перед этим у них другие ценности, кто-то их уже просто добился, а кто-то там должен к ним стремиться. Так наша задача, в том числе и в рамках этого манифеста, объединить молодежь для того, чтобы показать, что ну вот он такой же, как ты, там ему 25-30 лет, он в состоянии, он справился с теми задачами, да, и задача-то вот наша какая, чтобы молодежь не сидела и не ждала, когда наконец наступит светлое будущее, потому что пока она сидит и ждет, наступит там в лучшем случае пенсия, о которой мы все говорим. Павел, Павел, можно я пример приведу? Пожалуйста, конечно. Вот смотрите, сейчас все чаще, когда проходят какие-то события интересные, до тех же экспертов мы приглашаем, Наташ, и вы приглашаете, и мы приглашаем, и мы объявляем это вот, ну, в широкую аудиторию, в средствах массовой информации, в социальных сетях. Вы знаете, вот, ну только ленивый не заходит на Улл-прессу, или на Симката, или на Первомолодежной, и не знает, что происходит. Но почему-то ленивый не идет, а вот тот, который карабкается, как лягушка, там в этом, да, может неправильное сравнение, но тем не менее, там сметану сбивает, он идет, и он пишет, там нам на электронную почту, ради Бога, потому что заявительная основа, ради Бога, пожалуйста, умоляем, возьмите нас. Вот, ему, этот манифест будет в пользу, а тем, которые сидят ленивые, им и манифест в пользу не будет. Но мы же не будем ориентироваться на тех, которые сидят и курят бамбук. Не будем. Ну, получается, они нам не нужны? Вот сегодня была акция, они нам нужны, они сами себе не нужны, потому что им попу свою очень трудно поднять вот с этого теплого дивана. Вот сегодня была акция против курения, да, сегодня международный день без табака. Вот кто-то пришел на эту акцию, выразив свое соучастие, да, а кому-то вот, ну и, да и ладно, вот кто-то там ходит, а я буду сидеть и курить. Понимаете? Я еще хочу добавить вопрос в нужны и не нужны. Вопрос в том, что есть активные молодые люди, которые потянут за собой, за собой, те, которые сидят и не приходят, потому что если, то есть вот эти активные должны там этот некий тренд задать, а то, что он там сидит и сегодня не приходит и все отрицает, ну, как бы, очень многих молодых людей, которые века запомнились, да, это те, которым было что-то нужно, да, и может быть там не самые там безоблачную жизнь прожили там с большими проблемами и неприятностями, но их люди помнят, да, и в конце концов, это же тоже как бы одна из целей нашей жизни, а не просто там обеспечить себя там жильем, автомобилем и еще чем-то. Спасибо, у меня такой вопрос, Сергей, пожалуйста. Я не добавить, что Дмитрий сказал колокольчик, ну, патриотик он так вот сказал, как колокольчик, на самом деле, вот, что такое колокольчик, вот, что такое манифест, может, это и есть тот колокол, который кому-нибудь позвонит и что-нибудь сподвигнет к чему-нибудь? По ком звонит колокол, вы имеете в виду? Нет. Я надеюсь, что нет. В хорошем смысле. разговор я про колокольчик, про какой-то маяк. Конечно. В принципе, куда идти-то? Потому что, действительно, вот пока сам не обшибешь, пока не обобьешься, в 30 лет уже понимаешь, что, елки-палки, надо было, наверное, что-то вот шагнуть. На звук идти, У меня тогда вопрос такой, вы готовы идти на звук? Вам нужен манифест? Вот вам. Меня зовут Миша. Вопрос в том, несложно написать сам манифест. Вопрос в том, как он будет реализовываться, то есть для кого он пишется. Если он пишется вот для нас, то, допустим, здесь сидит и читает ул-прессу, он не будет, не даст того эффекта. А если он пишется, он пойдет в школу, в вузы, то есть будет массовым, то тогда, я думаю, будет от него какой-то результат. И еще я хотел немного поапонировать Ростиславу Анатольевичу. Вот слово «дайте». Есть, допустим, пример спортсменов. Они, допустим, чемпион мира среди юниоров. Он уже что-то дал, допустим, региону. Но почему-то потом эти спортсмены, они уезжают из нашей области. А почему? Потому что не создаются у них условий. Также могу свой пример привести. Вот вы говорите, власти нужен манифест для того, чтобы знать, что хочет молодежь. Молодежь проводил исследование, три проблемы, которые их интересуют. Решение. Как раз трудоустройство, заработная плата и жилье. Ну, плюс к всему, там возможность иметь качественное образование и досуг. Что плохого в том, что, допустим, я окончил университет, с красным дипломом прихожу и говорю, дайте мне работу. В этом же нет ничего плохого. И что плохого в том, что я, допустим, требую жилье. И я считаю, я готов, например, работать на благо своего региона, на благо государства, в органах государственной власти, если, допустим, мне дадут зарплату, работу и жилье. До конца дней, ради Бога. Ну, у меня вот вопрос такой. Нет, это вот, я вот с этим категорически не соглашусь. Во-первых, даже в том, что я сказал, нам не нужен манифест для того, чтобы понять, что хочет молодежь. Потому что социологические-то данные, они у нас есть, и мы их читаем. Мы хотим определить правила взаимодействия. И вот, что значит, ну, вот, как бы, дайте мне жилье, зарплату, должность в госструктуре, и тогда я буду любить эту родину и работать до конца своих дней. А если не дадут? Да, а вот как можно любить родину, если тебе что-то дали или не дали? Да, но, все равно, что я не знаю. То есть, мне очень тяжело вот такими категориями мыслить. То, а пойдем от противного, да, там, как в математике все время. Ну, предположим, они дали. Ну, что, вот уехал в соседний регион, а там все это дали, что ли? Или это там приехал, сразу дали квартиру, место в госоргане власти и, как бы, возможность там творить добро. Да нет, вот мы с ребятами как раз мы говорим о спорте. Приехал, как бы, у нас знаменитый спортсмен, да, у него там сеть клубов в городе Москве. И когда мы начинаем с ним разговаривать, мы видим, что проблемы-то одни и те же. Да, причем у нас, по большому счету, их проще решить, чем у них в городе Москве. И сидеть, это вот на уровне, там, знаете, как рыбаки. Они все время к противоположному берегу идут рыбы ловить, потому что им кажется, что там-то точно лучше клюет. Да, когда доходит, вот этот частый картин, когда они в середине реки встречаются, зимой там, переходят друг к другу. То есть, как бы, никто не сказал, что там все это реализуется. Поэтому, если вы готовы забрать все это, да, вот я даже там такой, профессиональный, молодежь готова, так забирайте. Вам нужно там старшее поколение подвинуть, потому что вы более креативные, вы там, более трудоспособные, вы готовы работать, в отличие от них, там, не 8, а 18 часов в сутки. Ну, так и забирайте. Спасибо, Ростислав. Мы поняли. Дмитрий, только коротко, пожалуйста. Да, я хотел бы на первую часть ответить вопрос и объединиться второй. Здесь прекрасно. На самом деле, вы понимаете, все, что вырастает, оно вот вырастает с места, с какого-то, на самом деле. Вот там, где корни, там, где питают. То есть, вот достаточно абстрактный такой образ, но он реально, он живой. Вот. И здесь к цели манифеста, то есть, вначале говорили, понимаете, нам надо создать вот то пространство, вот раньше оно было при Советском Союзе. То есть, пионерия, комсомол, то есть, человек, он проходил, рос, у него были определенные иерархии, вы имеете в виду, информационные. Да, то есть, определенную структуру работы с молодежью. Понимаете, молодой человек, что такое? Его нету вообще. То есть, это чистый лист, на котором он сам должен что-то написать. Понимаете? И, глядя в ящик, вот, да, вот в телевизор, вот там вот, когда первый молодежный, вот ладно, его воспитается, передача про манифест, а вот MTV, ему это не даст ничего написать абсолютно. Это клип, который пройдет и нигде не останется абсолютно. Понимаете? Дмитрий, спасибо. Мы поняли вас. Коллеги, особенно вот к экспертам обращения, давайте не будем пытаться возглавить процесс написания манифестов молодежи. Пусть пишут, пусть нам главное их читать, анализировать и с ними контактировать. Вот это вот как раз мой последний сегодня вопрос. Как вы считаете, кто должен писать манифест, если его надо писать? Как по-вашему? Пожалуйста. Я считаю, что абсолютно любой, кому не безразличный, у кого есть о чем призвать, чем заколоколить, тот должен написать передачу. Если мне вот надоела ситуация в молодежной политике, потому что я ее изучил вдоль и поперек, и может быть многого даже не понимаю частично, а может быть понимаю отчасти больше, чем любой молодой человек, который есть, да, то есть разные есть вещи, всего знать невозможно. Поэтому и я могу написать манифест. Но другой вопрос, какой я напишу манифест, и не лишусь ли я после этого работы, но это уже как бы третьего плана вопроса. Поэтому я призываю, у кого есть что сказать, надо об этом говорить. И не только на страницах интернета. Вы приходите ко мне, к Сергею Николаевичу, мы открыты абсолютно, и давайте обсудим, но только реальные вещи. Не надо вешать просто фразы в воздух. Приходите с реальными вещами. Я знаю, что нужно вот это, и я знаю, что нужно этого добиться вот так, так и так. Разложите, попробуем протощить, проделать, попробовать. Спасибо, я понял. К сожалению, пожалуйста, Даша, конечно, человек, который написал уже манифест, хочет сказать, кто напишет манифест. Нет, у меня вопрос. Пожалуйста. Каковы итоги, то есть серия манифестов уже написана, и вы поняли вообще, как взаимодействовать с молодежью? А? Поняли вы? Ну, во-первых, мы не будем останавливаться, вот как вы говорите, на серии тех манифестов, которые уже написаны. Как мне видится, после сегодняшней встречи, еще с большим рвением у нас ребята, молодежь будет писать манифесты, и молодые предприниматели, мне кажется, надо их попросить, они даже не попросить, ну, предложить, не попросить, а предложить. Пусть пишут. И неформальные группы, пусть пишут. Пусть пишут, а мы потом выберем лучше, Оленька. Ну, и вы знаете, нет. Я считаю, что мы ничего выбирать не будем. Опять же, вот этот продукт конечный, он все равно должен родиться, и он должен родиться в обсуждении, в такой же полемике. Ну, лица мы друг другу, конечно, бить не будем, никто здесь присутствующий, но тем не менее, это должно родиться в споре. Истина, как известно, рождается именно в споре. Вот об этом я хотел сказать. Друзья, манифест, это не дайте, это давайте сделаем. Наша программа подошла к концу, это было ток-шо-продвижение, меня зовут Павел Каштанов, увидимся в эфире пока, и помните, революция совершается в сердцах, а не в головах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok